И мы покажем, наверное, это все вместе с Настей, пускай она распакует, я думаю, будет ей это интересно. Да, хорошо, что вот в этом фетре там уже пробиты дырочки, поэтому пластмассовая иголочка легко туда в эти дырочки проходит. Настя у нас шьет, учится шить пластмассовой иголочкой детскую игрушку. Я решила немножко с вами поболтать и поотвечать на некоторые вопросы в комментариях, которые вы пишете. Доброе утро, девочки мои, а сегодня у нас туман, первый день. Вообще обычно осенью туман часто бывает. И туман такой, вам хочу сказать, очень прям хороший, прям плотный туман. Вот соседний корпус, едва виден угол, да, соседнее здание. Вот это да, вот дерево ближайшее, за ним вообще дома уже ничего не видно. Да, ну хорошо, что нету ветра, свежий воздух и 12 градусов тепла. Еще раз всем доброе утро, девочки мои. Я проснулась, я сегодня выспалась. Я хотя ночью просыпалась, где-то с трех до пяти не спала, потом уснула и вот до восьми проспалась. Сейчас только проснулась. Только села пить кофе, выглянула в окно, а там, конечно, туманище. Туманище очень сильный. Ну, я надеюсь, распогодится сегодня. Просто ветра нету, поэтому вот так туман стоит. И при том, что не ранним утром, а уже таким вот утром, сейчас 9 часов утра, туман еще стоит. Сегодня суббота, сегодня я с Настей буду целый день, уже через часик сын ее приведет. И будет она у меня, сходим на тренировку, у нее сегодня тренировка будет днем. И что я буду сегодня делать, я даже еще не знаю, пока еще ничего не придумала. А что делать? Особо ничего делать не буду, потому что будет у меня Настя. Но с Настей будем чем-то заниматься. А чем, узнаете позже. Оставайтесь на канале у меня. Все, Настюшка уже ко мне пришла, села рисовать. Я рисую халик. А, что ты там уже нарисовала? Покажи. Сейчас покажу. Там высохло, нет? Ну, сейчас я вам покажу. Вот я вторую картинку рисовала. Это велосипед с креслом детям. А вот я нарисовала первую картинку вечером. Это вчера нарисовала Настя такую красочную картинку. Радуга, да, такое дерево. Осеннее. Половина зеленая, половина желтая, да? Вот это вот радуга, солнышко, дождик, листики опадали. Это травка, это розочка выросла, это тюльпанчик, а это дух из дерева выходит. Ну, хорошо. Ладно, рисую. Настя дома позавтракала, я сейчас буду завтракать. Ну, у меня сегодня овсяночка на завтрак, как всегда. Ну, что, девочки, мы вышли с Настей. На улице такой вот ветерочек, легкий есть уже, туман рассеялся. Ну, еще не до конца, но почти рассеялся. В общем-то, уже нормально. Настя там нашла божью коровку, да? Божья коровка. Божья коровка. Тренировка 2 часа. Я не знаю, какая сегодня тренировка. Может, обычная тренировка, может, хореография. Я не знаю. Ну, неважно, какая это будет тренировочка. Мы все равно будем тренироваться. Ну, все, мы чуть-чуть пораньше вышли, чтобы не бежать, не спешить. Спокойно, не торопясь, пройтись по воздуху. Подышать воздухом. Воздух очень свежий, так классно. Вот. Ну, все, идем. Вот, местами ветерочек дует, а местами вообще тишина. Штиль да гладь. Ну, все, погнали мы. Ну, что, мои дорогие, я отвела Насте на тренировку. У меня сейчас 2 часа свободного времени. Как раз пришла смс ко мне, что пришел мой заказик один. Потом узнаете, какой. Я уже забрала заказик, иду домой. Купила Насте кое-какую новую игрушку, забаву. Сделай сам. Ну, покажу я вам уже это потом. И мы покажем, наверное, это все вместе с Настей. Пускай она распакует. Я думаю, будет ей это интересно. Вместе мы позанимаемся. Уже появилось новое занятие. Потому что старые занятия. Детям, я так заметила, очень быстро приедаются. И они хотят что-то новенькое, что-то свеженькое. Вот, иду я по своей любимой олечке сейчас. Вообще, погодка сегодня хорошая. Небо так немножко проясняется. Я смотрю, что солнышко чуть-чуть пытается уже показаться. И очень тепло. Прямо тепло. До 17 градусов тепла у нас сегодня. И в куртке мне жарковато. Особенно, когда я захожу в какое-то помещение. Но снять куртку я не могу. Потому что будет мне тогда холодно. А заболеть я не хочу. Уложила я сегодня утром волосы. Голову помыла. От моей укладки ничего не осталось. Потому что повышенная влажность на улице. Вот так. Ну, все. Сейчас топаю домой. Побуду немножко дома. Потом поеду Настю забирать. Все. Я пришла домой. По дороге купила виноград. Ну, взяла побольше. Киш-миш. Настя любит. Любит Настя груши. Она у меня их прям с удовольствием все ест. Еще я забрела в магазин концтоваров. Как-то я поздно кинулась. И не было у меня календаря. Взяла календарь. Видите, здесь тигр. Год тигра. И взяла такой, чтобы крупные цифры были. Вот эта штучка ездила. И чтобы были недели обязательно. Ну, еще я взяла вот такую вот игру. Пальчиковые игрушки из фетра. То есть, это ребенок может сам сшить вот такую игрушку. На пальчик одевать и играть. Здесь для этого даются разноцветные кусочки фетра. Там уже выдавлены рисунок, который вот можно взять, выдавить его. И дырочки уже такие наштампованные. И здесь есть такая вот нитки и пластмассовая иголочка. Пластмассовая иголочка, где ребенок может шить сам. Ну, и тут, наверное, мордочки. Все это дело. Распаковывать пока не буду. Настя придет, и тогда мы уже вместе распакуем. Все, мы с Настей пришли с тренировки и перекусились. Сейчас Настя уже распаковывает это. А, вот тут? Да, вот там открывай. Все посыпется. Ну вот, сейчас достану. На стол все засыпай. Сейчас мы посмотрим инструкцию. Тут есть инструкция. Вот инструкция. Сейчас я почитаю инструкцию и мы посмотрим, что тут надо делать. Тут показано, что надо делать. Так, смотри, что тут внутри. У нас лоскутки такие, желтенький, светло-желтенький, розовый, серый. Так, и тут у нас четыре картинки. Вот тоже светло-желтый, просто желтый, розовый, серый. Вот. Ну, сейчас посмотрим. А тут? Тут у нас, я смотрю, глазки есть. Вот тут такая вот... И вот пластмассовая иголочка. Пластмассовая такая тут иголочка. Ну, сейчас откроем. И вот эти вот детальки надо будет еще делать. Для начала мы решили сделать зайку. Значит, что тут в инструкции написано? Кстати, вот выглядит как иголочка. Иголочка пластмассовая, но она этот фетр прекрасно протыкает. Вот. И тут как раз выбит рисунок. Но написано сначала взять вот эти элементы. Это вот такие детальки, которые там носики, ротики. Вот мордочка такая. По картинке смотрим. Здесь мы ее приклеили. Самоклеющая там такая основа. Теперь надо пришить это усиками. Вот такие вот черные усики пришиваются. И вот мы черную нитку вдели. Вот. И здесь еще четыре нитки. Как раз по цвету они подходят. По цветам всех вот этих вот рисунков. Вот. В общем, когда мы мордочку эту всю сделаем, сделаем мы полностью лицо и переднюю часть зайки. Потом мы выделим вот здесь вот задняя часть зайки. И это по кругу просто Настя пришьет. Ну, я ей помогу, конечно. Так, мы уже у зайчика декорацию лица сделали. И сейчас вот Настя показала, как нужно нам обшить по кругу вот этого зайчика. Ниточку. Распутывай ниточку. Не затягивай ниточку. Пока ты ее не затянула, можно вот это все распутать. Давай. Ну, как-как. Сейчас покажу. Так. Ну, Настя уже поняла, куда надо втыкать. В какую сторону, чтобы стежки получались. Сейчас Настя расскажет, да? Да. Вот скажи мне, куда теперь втыкать надо иголку? Вот сюда. Туда, откуда выходит нитка. В соседнюю дырочку. Я вот отсюда... А, вот отсюда. Значит, сейчас вот... Откуда выходит нитка? Вот сейчас у меня выходила нитка отсюда. Значит, втыкать надо туда, где выходит нитка. Да. Положи на стол зайчика так, чтобы нитка находилась сверху. Вот так. Нитка где находится? Вот. Вот здесь она находится. Вот нитка сверху. Значит, втыкать надо куда? Рядышком в соседнюю дырочку. Нитка выходит отсюда, и в соседнюю дырочку надо втыкать. В соседнюю дырочку, да. Тыкаешь. Протягивай, протягивай, протягивай. Так. Положи иголочку на стол. И теперь там распутай, чтобы у тебя там не запуталось вот это вот все. Распутай ниточку. Вот. И теперь подтягивай руками ее. Подтягивай, да. Подтягивай, подтягивай. Видишь, там она не запутывается. Все, подтягивайся. Ну, подтяни так, чтобы она хорошо была тут подтянута. Вот у нас уже вот... Все. Теперь положи изделие на стол ниткой вверх. Ниткой вверх. Вот откуда у нас нитка выходит, это чтобы сторона была сверху. Ну, вот сейчас она выходила. Положи изделие на стол. Где нитка сверху? Вот тут? Значит, куда надо втыкать? Вот сюда. Сюда. Втыкай. А где иголка? Вот он. Белый стол и белая иголка. Не видно ничего. Да, ниточку распутай, чтобы она была выпрямлена везде. Не запутывалась. Давай в соседнюю дырочку втыкай. Да, хорошо, что вот в этом фетре там уже пробиты дырочки, поэтому пластмассовая иголочка легко туда в эти дырочки проходит. Ну, вот так вот, глядишь, потихонечку Настя научится шить. Да. Распутай, распутай. Вот, подтягивай ниточку. Очень хорошо все прекрасно получается. Такой красивый зайчик. Так, а теперь если... Ну, и теперь продолжим. Там осталось чуть-чуть еще. Отсюда теперь мне начинать? Да. Откуда нитка выходит, туда рядышком завтыкаешь иголочку. Там дырочки есть везде, Настя. А тут? Да, да, да. Ну, вот видишь, ты уже увереннее и увереннее шьешь, да? Молодец. Всем привет! Вы на канале Зайчик Розочка. Да, ну, не забудьте подписываться на канал Мамачоли. И спасибо, что меня шили. Да, вот такой вот зайка у нас получился. И очень симпатичный. И вот эти вот игрушечки, они надеваются на пальчик. И можно на одну руку одеть одного, другую руку одеть другого. И они будут друг с другом там разговаривать, играться. Ну, как кукольный театр можно устроить. Да, вот тут тоже написано, нарисовано кукольный театр. Да, ну что, мы сделаем еще кого-нибудь давай? Ну, да. Для пары, чтобы была пара. Давай. Стыкаем отсюда. Вот. Так вот. Наши ниточки. Вот. Все. Чуть-чуть дергнули. Ну, ты не сильно дергай, слегка дергай. Да. Даже не дергай, подтяну просто ниточку. Так, краешки подровнять надо. Вот сюда положи, чтобы видно было. Вот. Краешки подровняй. Видишь, у тебя один краешек чуть-чуть съехал. Все? Чтобы дырочки совпадали, да. Так, теперь вот так иголочкой. А ну-ка покажи мне, откуда выходит иголочка. Она не из дырочки выходит. Видишь, она сбоку выходит. Да. И протыкай сюда иголочку, вот в эту дырочку. Вот этого? Да. Чтобы так не было, нужно дырочки совмещать. Все, подтягивай. Все. В общем, ты уже поняла, как шить, да? Да. Все, система поняла. Система очень простая. Главное просто... Это чуть-чуть легче, чем... Главное просто быть аккуратной и все. Это легче, чем вот настоящая нитка и настоящая иголочка. Откуда у тебя сейчас выходит? Отсюда, отсюда. Видишь, насколько у тебя сейчас съезжает это? Вот, чтобы это не съезжало, надо, чтобы это совпадало. Подтягивай аккуратно. Только не дергай, подтягивай. Ниточку. Ручками давай. Все. Все. Ну, давай шей дальше сама уже. Да. Цыпленка Настя делает самостоятельно уже, потому что там на мордочку нужно ничего не вышивать, а просто приклеить потом. Поэтому Настя сразу обшивает все по кругу самостоятельно и потом она приклеит. Ты видишь, неправильно, да? Да. Давай иголочку втыкай обратно туда, откуда нитка выходит. Откуда она выходит, туда и втыкай иголку. Настя у нас шьет. Вот, учится шить пластмассовой иголочкой детскую игрушку. Так вот. Вот смотрите, родители, сколько у меня игрушек получилось. Я назвала вот эту розочка, то есть вот эта розочка, доченька взрослая уже ходит в шестой класс. Вот это мама, солнышко. Ты покажи лучше, как ты шьешь, давай, самое интересное. А цыпленок это звездочка? Самое интересное, куда иголочку втыкаешь, туда, откуда ниточка выходит. А папа собака. Соседнюю дырочку. Там есть дырочки, это как фетровые вот эти игрушки, они выдавлены. Вот, и вот там дырочки есть, и вот пластмассовая такая вот иголочка, и ею мы шьем. Ну вот мы и закончили с Настей вышивать, шить вот этих вот зверюшек. Вот это Настя шила полностью сама. Это мы с ней вдвоем, это вот первая, вторая, на чем мы учились. Ну, а это я уже здесь посложнее, просто я уже побыстрее закончила вот это сама. Вот, вот это полностью Настя обшила вокруг, и сама, ну, помогала мне вот это вот наклеивать. В общем, молодцы мы. Всем доброй ночи, девочки мои. Сейчас ночь. Я перескочила через один день. Настя, когда у меня ушла, ну, я вечером обычно не завершаю видео, мне на это уже не хватает сил. А утром проснулась, и чувствую, что-то я так устала, и у меня нету сил ни говорить, ни вообще, что делать, спина побаливает. Я, честно говоря, вот бывает так, вот у меня накапливается, накапливается усталость, потом в один день бах, и все. И нету сил, вообще ничего делать. В общем, решила я в воскресенье отдохнуть, ничего не снимать, ничего не говорить. Просто дать себе отдохнуть эмоционально, физически, и по-всякому. Вот, ну, и выспалась я за одно воскресенье. Так что я проснулась сегодня опять среди ночи. Сижу, пью кофе, и думаю, ну, что же делать, надо же видео как-то уже завершать, что-то надо уже поделать. Но поделать мне сейчас не хочется. Я решила немножко с вами поболтать и поотвечать на некоторые вопросы в комментариях, которые вы пишете. Ну, вот сейчас даже села, немножко почитала комментарии. Вот, кстати, один комментарий пишет мне девушка, женщина пишет. Как вы боретесь с мешками под глазами? Вот хочу вам сказать, никак не борюсь, потому что я не знаю, как с этим бороться. Но я заметила, что вот утром, когда просыпаешься, бывает отечность какая-то под глазами. Ну, либо воды много пили, жидкости. Вот жидкость, она задерживается, особенно если вот вы едите, любите соленую пищу. Поэтому я привыкла уже есть недосоленное все, чтобы вот эта вот вода не скапливалась, не задерживалась в организме. И еще бывает отечность, когда я какую-либо рыбу, какую-либо любую рыбу, если я ем во второй половине дня, либо вечером. Вот, если стоит поесть хоть какую-то рыбу, даже не соленую, просто обычную там, жареную, пресную, какую угодно. Она задерживает рыбу тоже влажностью в организме, в воду. Поэтому с рыбой поаккуратнее. Потом, значит, комментарий еще один такой, там, где у меня распаковочка идет по ссылке. Написала женщина, не может разобраться она в этом каталоге, какой-то сложный каталог. Ну, я даже не знаю, что вам сказать, потому что самое интересное, что под этим комментарием еще там я увидела 10 лайков, или как это сказать, поддерживающих. То есть она не одна такая, получается, если кто-то поддержал ее, не могут разобраться, я не знаю. Ну, вот, открываете вы в поисковике, допустим, даже если не по ссылке, просто Юмекс, официальный сайт. Вот давайте подадим к компьютеру, посмотрим вместе, как это там выглядит все. Ну, вот, к примеру, у меня открыт официальный сайт. Вот Юмекс, видите, да? Вот я его открыла. Вот так вот он выглядит. Здесь вот эта вот строка идет, где написано, что, что интересует вас. Ну, допустим, к примеру, женский трикотаж. Вот я навожу мышкой на женский трикотаж, и выпадает такой вот список, из которого выбираем, что интересует. Ну, к примеру, допустим, пижамы. Выбираю пижамы. Вот, загрузились пижамы. Слева можно выбрать размер, какой вам нужен. Ну, вот. Какой? 54-й я выбираю размер, да? Галочку ставлю. Можно не выбирать, тогда все размеры будет, их много очень. Ну, вот, начинаем мы листать пижаму какую-нибудь, да? К примеру, вот, вот выбрала я пижаму. Быстрый просмотр. Нажимаем сюда. Здесь видна цена. Ну, надо, вообще ориентируясь я по розничной цене. Вот. Но здесь, видите, максимальный размер все равно 52-й вышел. Значит, нету 54-го. Ну, приблизительные размеры, которые есть, тогда они выпадают. Допустим, я закрыла. Допустим, идем дальше. Вот это вот пижама. Быстрый просмотр. Так. Здесь я вообще размеров что-то не вижу. Это, наверное, маленький. Но если размера нету, то я не буду, естественно, выбирать, потому что мне же нужно выбрать еще размер. Хотя вот, когда наводите вы, здесь должны, вообще-то, выпадать размеры. Но нету, допустим, нету. В общем, таким вот образом выбираем. Так. Ну, вот тут размеры. Вот, допустим, я выбираю размер 54-й раз. Выбрала. В корзину нажимаю. И в корзину падает мне выбранная вещь. Вот такая вот пижамка. Ну, и так все остальное. Вот через крестик я закрыла, допустим. Если мне нужно другую категорию выбрать, то я возвращаюсь наверх. Например, постельные принадлежности навожу. Если отдельно нужно, вот наволочки, пододельники, простыни. Если комплект постельного белья, тоже, допустим, там выбираю я. Какая ткань нужна, например, сытин. Допустим, полуторка, там двуспальные евро, да. Вот выбираете полуторку я, например, выбираю. И тоже вот так же смотрите. Быстрый просмотр. Нажимаете. Уходите, если вам другое что-то нужно. Я не знаю, что здесь сложного. Когда вы уже все выбрали, вот у вас тут корзина. Вы нажимаете тогда на корзину, потом заполняете все, что там нужно заполнить. И способ оплаты, либо наложным платежом, придет вам посылка с наложным платежом, либо картой оплатить. Все. Я не знаю, что тут сложного. Так же, как и в других, любых интернет-магазинах. Все очень просто. А вот еще вот такой вот комментарий пишет мне девушка Жанна. А где ссылка на интернет-магазин? Это вот Ивановский текстиль. Я написала, ссылка под видео в описании. Вот Анастасия пишет, там нет ссылки. Жанна пишет, вот именно. Не знаю я, где у вас нет ссылки, в какое описание вы смотрели. Ну, например, сейчас я вернусь туда, на это видео. Вот у меня видео. Ивановский текстиль. Описание. Ивановский текстиль. Сайт интернет-магазина ЮМЕКС. И вот она ссылочка. Вот ЮМЕКС. Вот я зашла через Ютуб на это видео. И вот, девочки, смотрите. Кто не видел, вот сайт интернет-магазина ЮМЕКС. Тут все видно. Вот название, описание идет. Что там еще? И кто там не нашел описание? Всегда оставляются все ссылки. Так что, девочки, ищите. Вот инфобокс. Вот это вот называется описание. Там, где описание, про что там. Видео обычно, да. И всегда все ссылочки вот на любой там интернет-магазин. Всегда остаются, оставляют все блогеры в инфобоксе, в этом описании. Так что я не знаю, почему бы все нашли, никто, кто-то не нашел. Так, и что еще я вам хотела сказать? Да, я вчера еще хотела сходить в Фикс Прайс. Так, как мы с Настей шили. Тут уже, я смотрю, Настя уже желает научиться шить. И вот как раз вот мне попалась случайно совершенно вот такая вот штука. Это я покупала ее в магазине, где канцелярию у нас наконечной продают. Мы с ней пошили вот эти вот игрушечки. Такой пластмассовой иголочкой, совершенно безопасно для ребенка. И тут я думаю, я когда ходила в Фикс Прайс, в принципе, я шить не люблю. И поэтому я как-то сильно не разглядывала вот эти вот игры, которые, ну не игры, а как вышивание, вот это, да, особо не разглядывала. Вчера уже думала пойти, да, может быть, купить что-нибудь, Насте еще, ну, такой вот забавы, что касается шитья, вышивания или что-нибудь такое, попробовать с ней. Но выходить из дома я никуда вчера уже не захотела, потому что сил не было, я, в общем-то, отдыхала, выходной себе строила. Но я думаю, что вот как только я выйду из дома, может быть, сегодня это будет, загадывать не буду, то надо будет пойти посмотреть, что там есть, может быть, что-нибудь возьму, но это вы уже увидите в другом видео. А это видео я хочу уже закончить, чтобы оно не было слишком длинным. И поэтому я с вами хочу попрощаться. Пишите комментарии, девочки, что вы думаете по этому поводу. Ну, это, конечно, я шучу так. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому видео понравилось. И все, девочки, пока. До новых встреч, до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok